27 января в России можно смело приравнивать к дням воинской славы. В этот день, в 1944 году, была полностью снята блокада осажденного Ленинграда. В наши дни годовщину празднуют не так ярко, как День Победы, но для тех, кто пережил ее, она куда важнее, ведь она означала продолжение жизни. В Ленске еще живы свидетели тех лет. О них в нашем следующем сюжете. На стендах зала боевой славы в Ленском краеведческом музее фотографии тыловиков. Среди них и Галина Павловна Борисова. Страшные годы войны она встретила не на передовой. Все было куда страшнее. Врагом стал голод в осажденном Ленинграде. Блокаду пережила в совсем юном возрасте. Такова была участь многих детей войны. Многих было тогда. В Ленском районе еще какое-то время назад проживало пять свидетелей страшных событий. Сейчас всего двое. В нашем городе проживают две замечательные женщины. Очевидцы тех трагических страшных дней блокады Ленинграда. Свои воспоминания Галина Павловна не держит в себе. Она постоянный гость часов мужества в школах, городских патриотических мероприятий. Вот она год назад на открытии вечного огня после реконструкции. Огонь вновь зажгли в годовщину снятия блокады. Вот делится воспоминаниями с нашей съемочной группой. В 2010 году она была участницей цикла «Рассказы о войне». Нам дадут суп. Мы сначала водицу. Вот стоят над душой, нас просят, умоляют. А мы нет. Потихонечку хлебаем жидкое. А потом уже густое. Потом второе потихонечку. А хлеб выносить было нельзя. А мы старались спрятать всеми силами. И когда придем в палату, ну я называю эту палату, там, знаете, народу много, наверное, человек сто. Мы укроемся и потихонечку начинаем хлеб есть этот. Так вкусно, как ветеран рассказывает о простой краюхе хлеба, ни один человек не расскажет даже о самом изысканном блюде. Галину Павловну понимают только те, кто переживал голод и холод в осажденном городе. Новым поколениям незнакомы эти чувства, и хорошо, но знать и помнить они обязаны. Вот и сегодня Галина Павловна вновь пришла к детям, чтобы еще раз вспомнить и напомнить о том, что нужно беречь мир. Самое хрупкое, что сегодня у нас есть. Олеся Васева, Руслан Кириллов, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».